Центральным матчем четвёртого тура открытого чемпионата Севастополя стало противостояние основной команды «Мусон» и серебряного призёра чемпионата прошлого года Ялтинского клуба «Волна». В этом сезоне команды ещё не встречались, поэтому первая игра была принципиально важной для обоих соперников. Севастопольцам пришлось стартовать без нескольких ключевых игроков, и эта потеря внесла существенные коррективы в их игру. Несмотря на усечённый состав, «Мусон» довольно быстро перенял инициативу и уже к концу первой десятиминутки повёл в счёте 20-18. В следующие три четверти севастопольцы только наращивали преимущество. Порой разрыв превышал 20 с лишним очков. В послематчевом интервью капитан «Волны» сказал, что во многом успешным действиям «Мусона» способствовали сами соперники. Ялтинцы играли агрессивно и набрали немало фолов. Я думаю, что шансик у нас был, но, к сожалению, перебор персональных замечаний у ведущих игроков стартовой пятёрки не позволил показать достойную концовку. В третьей четверти ялтинцам удалось сократить отставание до 10 очков, однако перевернуть игру так и не удалось. «Мусон» сохранил преимущество до конца матча и счёт встречи составил 79-65. «Игра шла по плану. Все игроки наши поиграли в ровных долях. Где-то первая пятёрка выходила вперёд, вторая пятёрка не отставала сильно. И видно было по игре, что мы всегда владели ситуацией». Стоит отметить индивидуальные действия Александра Чокова. На его счету 12 очков. Лучший в подборах был Михаил Тулинов. За ним 13 успешных действий. Также хорошо себя проявили Игорь Кожеватов, Никита Овчинников и Виталий Федиско. «Для меня это первый матч за два года. Меня попросили выступить, я выступил. Всё сложилось удачно. Немножко потеряли нить игры в третьей четверти. Но я считаю, это уверенная победа». Также стоит отметить успехи юношеских составов «Мусона». По итогам двух игр у команд 2000 и 2001 годов рождения ни одного поражения. «В принципе, я доволен результатом игры, но недоволен качеством игры. Ну, по большому счёту, есть у меня скидка на то, что это начало сезона. И команда ведёт только подготовку. Оптимальную форму мы наберём, я надеюсь, через месяц, через два». По итогам сыгранных матчей первое место в турнирной таблице делят СК «Мусон» и севастопольская команда «Орион». 26 ноября стартует пятый тур открытого чемпионата Севастополя по баскетболу. Иван Клепачёв, Андрей Вовк, Севенформбюро.